Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Компания «АвтоСтронг» заботится о своих клиентах и поэтому предоставляет только качественный сервис и быструю доставку, и, естественно, качественные запчасти. Звоните нам, пишите, заходите на сайт и заказывайте. Ну что, мы решили пройти по классике. Итак, встречаем Mercedes-AMM 606. Инженеры компании «Даймлер» создали первый дизельный двигатель с четырьмя клапанами на цилиндр. Это был шестицилиндровый ОМ606. Затем последовали четырехцилиндровый и пятицилиндровый. Дебютировал он в 1993 году, а семейство стало последним форкамерным в истории Mercedes-AMM 606. Выпуск четверок закончился в 1998 году, а пятерок в 2001 году. Блок здесь чугунный с гильзами в цилиндрах, а ГРМ и ТНВД приводятся в движение одной двухрядной цепью. Младший ОМ604 выпускался только в атмосферных вариантах объемом 2,0-2,2 литра. За впрыск топлива отвечал одноплуженный роторный насос Lucas Epic распределительного типа с электронным управлением. К слову, это был очень капризный и требовательный к топливу агрегат. Пяти и шестицилиндровые двигатели оснащались рядным ТНВД Bosch с механическим и электронным управлением. Были версии турбированные и атмосферные. Пятицилиндровые двигатели развивали мощность от 111 до 148 лошадиных сил, а шестицилиндровые двигатели от 134 до 174 лошадиных сил. Сегодня мы разбираем двигатель ОМ606962, снятый с Mercedes V210 1998 года выпуска. Двигатель у нас не товарный, в нем пробит поддон. И, кстати, к слову, этот двигатель стоял не только на Mercedes-Benz, но и на Гелендвагене и в 140-м Mercedes-Benz. Эти двигатели очень надежны механически. Без труда отходят миллион километров. Весь, конечно, будет получать качественное обслуживание, качественное масло и не совсем грязную солярку. Хотя считается, что форкамерные дизели с четырьмя клапанами на цилиндр капризнее своих предшественников. Этот двигатель очень интересует тюнеров. С него без труда можно снять от 300 до 500 лошадиных сил. Достаточно установить более производительную турбину и поиграться с давлением впрыска. Критики заслуживают топливопроводы, которые на этом моторе перешли на быстросъемные соединения, завальцованные штуцеры и полупластиковые трубки. Они со временем изнашиваются, трескаются и в подкапотном пространстве возникают течи солярки, либо же подсос воздуха. Знатоки говорят, что этих моторов уже без подсоса воздуха не осталось. Хотя и с подсосом воздуха этот мотор без проблем заводится, но при работе троит. Для борьбы с подсосом воздуха нужно менять все трубки и уплотнительные колечки. К счастью, уже сейчас и по оригиналу они стоят недорого. Двигатель ОМ606 с турбиной может подтупливать, плохо тянуть и уходить в аварийный режим из-за проблем с вакуумом, либо электровакуумными клапанами. Их здесь два. Один управляет турбиной, второй клапаном EGR. Краткий экскурс мы провели и сейчас мы начинаем нашу разборочку. При замене натяжного ролика рычагового ремня нередко хреновые специалисты срывают резьбу в крышке ГРМ для крепления вот этого ремня. В итоге приходится менять крышку ГРМ либо что-то мастерить для вкручивания вот этого болта. На турбированных двигателях ОМ606 установлена турбина BorgWarner K14 без управляемой геометрией, просто с перепускным клапаном. Очень надежный агрегат и служит долго даже на посредственном масле. На двигателях ОМ604, 605 и 606 стоит система рециркуляции отработавших газов. Она простая и надежная и на моторах этого семейства она ходит десятилетиями. Сам клапан EGR управляется вакуумом при помощи электромагнитного пневмоклапана, так называемого трендюсера. Поэтому проблемы с EGR могут быть вызваны утечкой вакуума либо же поломкой клапана. Вот это настоящий олдскульный алюминиевый впускной коллектор. Сейчас таких точно уже не делают. Еще здесь есть очень интересная деталь теплообменник. Он подогревает антифризом топливо до топливного фильтра. Обратите внимание на частоту. Здесь и в канале ГБЦ ни ржавчинки, ни налета. Это говорит о том, что антифриз использовался качественный. Свечи накаливания играют очень важную роль в успешном запуске форкамерного дизеля. Они продолжают накаливаться, пока антифриз в районе ГБЦ не прогреется до 20 градусов. Если хотя бы одна свеча вышла из строя, то форкамерный дизель даст об этом знать незамедлительно, неуверенным запуском и пропуском воспламенения. Замена свечей накаливания на двигателе OM606 задача непростая. Во-первых, потому что свечи второго, третьего и шестого цилиндра труднодоступны из-за топливопроводов и корпуса масляного фильтра. Второе, они хрупкие. Если при их откручивании приложить усилие больше 45 ньютонов метров, то они обязательно сломаются пополам. Их придется высверливать. Сейчас высверливают без проблем и без снятия ГБЦ. И вот он, первый газораспределительный механизм для форкамерного дизеля с четырьмя клапанами на цилиндр. Творчество достойное уважения. Два распредвала, 24 клапана, 6 цилиндров. И вот та самая цепь ГРМ, которая приводит ТНВД. Цепь двухрядная, она приводит движение в выпускной распредвал, а впускной распредвал приводится посредством шестеренчатой передачи. По состоянию этот 20-летний дизель просто огонек. Никакого масляного черного налета и состояние кулачков распредвалов ближе к идеальному. Форсунки в форкамерных дизелях предельно простые. По сути, это игла, помещенная в корпус, подпираемая пружиной. Игла под давлением топлива поднимается, открывая распылитель. Форсунки нуждаются в регулировке на открытие при правильном давлении. Правильное давление 135 бар. Регулировка производится проставкой между пружиной и иглой. Толщина проставки влияет на открытие форсунки под действием топлива. Из-за простоты конструкции и низкого давления дизтоплива форсунки фактически служат вечно и очень дешевы в ремонте. Они стучат при износе на холодном двигателе. Под распредвалами у нас гидрокомпенсаторы. И нашему взору предстают форкамеры, не путать с вихрекамерами. Форсунка впрыскивает топливо именно туда. Оно воспламеняется, давление в камере выбрасывает несгоревшее топливо в пространство над поршнями, где оно окончательно догорает. То есть можно сказать, что в форкамерных дизелях горение топлива происходит в два этапа. Из зальющих форсунок с форкамерами случаются неприятности, а именно форкамера может подсекать. Газы вырываются в щель между форкамерой и ГБЦ. Второе. Из зальющих форсунок могут отваливаться рассекатели, а потом звенеть. Для решения проблем с форкамерой ее нужно сначала выкрутить, а для этого нужен специальный шлицевой ключ, которым откручивается вот эта гайка. А вот так форкамеры выглядят со стороны цилиндров, как огромные сопла, которые распыляют горящую солярочку. Клапаны все целые, немного сажевого нагара, но для форкамерного дизеля это норма. При больших пробегах, которые по плечу этому дизелю, бывает, что пробивает прокладку ГБЦ. Состояние поверхности гильз у нас зачетное, он прекрасно просматривается и никаких следов пробега. Кстати, белый налет на поршнях говорит о том, что распылители форсунок работали некорректно. Массивная двухрядная роликовая цепь. Считается, что на двух распредвальных дизелях она растягивается, хотя случаев замены немного. Она может пройти и 500 тысяч километров. Если цепь начинает громыхать, значит она растянулась и ее надо менять с управляющими башмаками и даже звездами. Такого массивного поддона, по-моему, у нас еще не было. Кстати, трещина вот здесь. У этого старичка отличный массивный поршень, но если по существу, то напоминаем, что мотору 20 лет. И обратите внимание на состояние. Массивные компрессионные кольца, массивное маслосъемное кольцо, состояние вкладышей шатунных, как новое. Все кольца подвижные и обратите внимание, что здесь присутствует четыре сквозных отверстия для слива масла. Этот поршень еще бы работал и работал. Многие позавидовали. Мотор у нас молот душой и не перестает удивлять. Состояние вкладышей просто отличное. Визуально по коленвалу тоже у нас претензий нет. Напомним, что блок этого двигателя оснащен форсунками, которые орошают поршни маслом. Вот такие они старые олдскульные дизеля. Надежные и практически без недостатков. Разборка закончена и сегодня мы разобрали прекрасный, надежный мотор. Обязательно заходите на наш сайт, подписывайтесь на наши соцсети. Покупайте у нас только хорошие запчасти. И помните, что с вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».